Всем привет! Сегодня вам покажу три вредные настройки, которые нужно отключить на всех моделях телефонов еще при самой покупке. Если вы этого, конечно, не сделали, то можете проделать эти настройки сейчас, чтобы телефон работал намного лучше, чем было. Смотрите, первая настройка будет касаться ваших различных приложений, которые установлены в шторке. Потому что на самом деле, если вот видите, горит синеньким, то вроде бы она включена, эта настройка. Это в принципе так и есть, но когда вы выключаете ее, допустим, вот местоположение, Bluetooth мы выключаем, Wi-Fi можем выключить, то на самом деле вот эти все функции в скрытом режиме еще активны и они могут включаться в любой момент, когда вы даже об этом и не знаете. Я в общем потом покажу это все. Вторая настройка будет касаться всех ваших приложений, которые вы устанавливаете на свой телефон. То есть, понятное дело, их будет очень много и все, которые вы устанавливаете либо через Google Play, либо через Play Market или же через просто браузер какой-то. Как вы только скачиваете какое-то приложение, телефон сразу же его сканирует и понимает, что вы установили и это отправляется разработчикам. Для того, чтобы они понимали, чем вы пользуетесь, как пользуетесь, выслали какую-то рекламу, им конечно же выгодно, чтобы вы пользовались конкретно теми приложениями, которыми вы установили. И третью настройку покажу о том, как избавиться от ненужного мониторинга, когда вы просто где-то ходите с телефоном. То есть, чтобы разработчики меньше знали через вашу сеть, где вы находитесь, там в какой кафешке сидите, либо где конкретно на работе находитесь. Я думаю, что такое никому не понравится. Эти настройки подходят под все модели. Допустим, я сейчас показываю на телефоне Xiaomi. Также такие же настройки есть на телефонах Samsung. И на других моделях они тоже есть. Просто вот эти все блоки, которые я буду показывать, они могут немножко отличаться по названию. Но их очень легко определить. Итак, касательно первой настройки. Смотрите, у меня вот Bluetooth отключен. Местоположение отключено. Wi-Fi в принципе и работает, но я сейчас покажу. Смотрите, заходим в настройки. И вам нужно найти вот такой блок, который называется Google. У кого-то на телефонах может называться Google аккаунт, либо просто аккаунт. И туда заходите, и там есть вкладка Google. Но на всех телефонах она присутствует. Зашли вот сюда. Дальше листаем немножко ниже. И вот одна из вредных настроек. Это устройство и обмен данными. Нажимаем сюда. И вот здесь есть такой пункт, который называется устройство. У кого-то будет называться устройство поблизости, либо что-то похожее. Заходим сюда. И вы удивитесь, смотрите. Искать устройство рядом. Эта функция активна. Сейчас идет доступное устройство поблизости. То есть сканирование. У кого-то будет здесь подробное описание этой функции. В общем, эта функция пользуется и Wi-Fi, и Bluetooth вашим. Когда даже они отключены, вы, допустим, идете по улице, и все вокруг вас сканируются все доступные устройства, у кого есть такой же Bluetooth, либо Wi-Fi. Понятное дело, это делается в скрытном режиме, даже когда функция Bluetooth и Wi-Fi отключены. То есть первым делом это сильно разряжает батарею. Ну и чтобы эта функция постоянно что-то искала, вы понимаете, это ресурсы вашего телефона, нагружен ваш процессор и тому подобное. В общем, в любом случае, вот эти все показатели, вот здесь ползунки, нужно отключить. Дальше немножко назад возвращаемся, нажимаем на стрелочку. И вот здесь есть еще обмен с окружениями. Тоже нажимаем, сюда заходим. Здесь активированный вот этот пункт, кто видит устройство, все контакты, которые находятся поблизости, могут обмениваться с вами. То есть в скрытом режиме может быть обмен данными, если это у вас функция включена, или с вашего устройства, или наоборот, ваше устройство найдут и начнут передавать какую-то информацию. Опять же, чтобы эта функция работала, в скрытом режиме активируются и Wi-Fi, и Bluetooth. Вот здесь, конечно же, вот этот пункт нужно отключать. И смотрите, показывать уведомления. Здесь так хитро написано, что вроде бы это только касается самих уведомлений. Здесь ниже написано, когда устройства поблизости, они могут обмениваться контентом. Опять же, эта функция, если вот здесь выключена, то вот здесь она включена и точно так же работает. Тоже отключаем. Дальше показываю следующие важные настройки. Они касаются Google Play Маркета, с которого вы скачиваете различные игры и приложения. Заходим сюда. Вот здесь вверху нажимаем на свою аватарку. И вот здесь вы найдете у себя Play защиту. Перед тем, как мы сюда зайдем, смотрите, покажу что-то интересное. На телефонах Xiaomi, допустим, есть отдельный блок. Сюда очень просто попасть. Есть раздел безопасность. На каких-то других телефонах это тоже есть, просто в обычных настройках. Заходим сюда. И вот здесь есть антивирус, который сканирует стандартно все приложения, что вы устанавливаете. Проверяет безопасность платежей на вирусы. В общем, это все, конечно, хорошо. И вот здесь, если мы в настройки зайдем, то здесь будет указано, что этот антивирусник проверяет приложение на вирусы перед установкой. То есть, откуда бы вы не скачивали приложение, либо с Play Маркета, или с браузера, все равно этот антивирус будет сканировать и искать вот эти вирусы. А еще плюс, если вы пользуетесь какими-то банковскими приложениями, то они еще в себе тоже имеют свои антивирусники отдельные, которые сканируют также телефон. И вот, смотрите, когда мы заходим в Play защиту, это еще один антивирусник, который проверяет все ваши приложения. И проверка, опять же, идет в скрытом режиме. То есть, вы даже об этом не знаете. Смотрите, проверка выполнена 27 минут назад. То есть, проверены были все приложения и еще 199 приложений. То есть, в принципе, все приложения, которые установлены, то есть, в день может проверяться этим антивирусником вот эти все приложения по несколько раз. И при этом проверка может длиться ни одну, ни две минуты. А чтобы все перепроверить тщательно, она может сканировать 2-3 часа. При этом, конечно же, идет огромный разряд вашей батареи. И чтобы эта функция работала, сильно нагружается процессор. А вы в это время можете смотреть какое-то видео на YouTube. И оно у вас, конечно же, будет тормозить. И плюс ко всему этому, если вы скачиваете приложения из Google Play Market, они давным-давно проверены на все вирусы. И они все изначально там без вирусов. Потому нечего здесь бояться. Вот здесь нажимаем на шестеренку. И нужно отключить вот этот пункт, который сканирует все приложения. И если у вас еще включен пункт «Помочь улучшить защиту», «Отправлять неизвестные приложения в Google», тоже отключайте. Вот таким образом. Отключить. Дальше, следующая настройка. Заходим в «Стандартные настройки». И ищем такой пункт, который называется «Местоположение». Опять же, на других телефонах тоже есть. Просто ищите в расширенных настройках, либо в стандартных. Это у вас тоже есть. Заходим. Смотрите, у вас может быть активирован доступ к местоположению. Это основная функция. Его нужно отключить. Но этого недостаточно. Есть еще ниже скрытый пункт, который называется «Геолокация». Заходим сюда. И здесь еще два скрытых пункта. Смотрите, поиск сетей Wi-Fi включено. И поиск Bluetooth тоже включено. То есть, смотрите, Wi-Fi у меня, понятно, сейчас включен. Но Bluetooth выключен. Захожу на Bluetooth. Вот он включен. То есть, если даже я сейчас отключу Wi-Fi, то он тоже останется включенным в этих настройках. И здесь написано, что разрешается приложениями и сервисами искать устройство поблизости. Даже тогда, когда Bluetooth отключен. Это, опять же, сильно разряжает батарею. Очень сильно разряжает. И точно так же Wi-Fi. Точно так же он ищется даже тогда, когда Wi-Fi отключен. Отключаем вот эту функцию. Возвращаемся. И вверху еще находим такую функцию «Геолокация Google». Смотрите. Если я сюда зайду, она включена. Здесь написано, что Google может периодически собирать данные о местоположении и анонимно использовать их для повышения точности. То есть, если вы посмотрите вот здесь в шторке, то наше местоположение отключено. Ну, а здесь оно работает. Вот такие очень хитрые настройки, которые реально отслеживают ваши действия, ваше местоположение. И если их проделать и отключить, телефон однозначно станет намного быстрее работать, меньше станет разряжаться и меньше перестанет тормозить весь интерфейс Android после этих настроек. Подписывайся на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. И не забудь поделиться с другом, чтобы он тоже знал, как это все настроить и сделать.